здравствуйте сегодня будет очень полезное видео как улучшить состояние змея кулькаса чтобы листики не желтели чтобы они блестели были зеленые красивые и вообще чтобы клубни корни хорошо росли и листовая масса при этом и так сегодня будет супер важная подкормка который я рекомендую обязательно всем попробовать сейчас сибири стоит жара нереальная просто жара это 35 градусов в тени и стоит она уже неделю и мои змея кулькасы страдают что они делают обычно в такую погоду желтеют хотя это африканское растение но представьте она много лет жилов в таких вот холодных условий тут бац жара ударила я сегодня расскажу как растение адаптировать ко всем этим неблагоприятным условиям чтобы растение при этом все равно росло набирала масса была зеленая красивая здоровая пышная просто вот нереально росло сейчас лето они должны просто вас баловать подарить вам огромное количество новых листиков на самом деле все это просто мы будем использовать всего одну подкормку но будем связку делать за всем процессом будет следить гоша он проверяет насколько мы точно провели дозировку поэтому соблюдайте обязательно дозировку никогда никогда не превышайте и берем отстойную воду 1 литр вода должна быть теплая и берем одну таблетку ацетилсалициловой кислоты все вы наверное знаете что именно вот это вот кислота способствует оздоровлению самого растения то есть именно благодаря ацетилсалициловой кислоте у нас листики вот такие вот зеленые и растения не желтят достаточно всего одну таблетку на 500 миллиграмм расскажите ее достаточно можно ложечку ложечку положить и раздавить что порошочек был ацетилка не очень хорошо растворяется но достаточно будет того что растворилась и берем аминосил для декоративно лиственных растений если у вас нету для декоративно лиственных то можно взять просто аминосил универсальный если он у вас есть надо 5 миллилитров на 1 литр воды чем хорошими нами носил днем содержится более 40 аминокислот витаминный комплекс макро и микроэлементы которые как раз стимулирует рост корневой системы стимулирует листовую массу и помогает растениям адаптироваться к любым погодным условием то есть часто и жара и растения при этом не страдают а также красиво растут пышно цветут и отлично наращивают корневую систему которая потом позволит нарастить вам огромную пышную зеленую массу нам надо всего 5 миллилитров на 1 литр воды единственное что учтите такой момент аминосил для декоративно-лиственных растений он содержит чуть чуть более азота аминосил универсальный он имеет ровную формулу нпк учтите этот момент дело в том что если в аминосиле содержится больше азота то я заметила что благодаря большему содержанию азота листья узами акулькаса намного крупнее чем например если подкармливать постоянно с усиленной формулой фосфора и когда такие большие листики укореняешь у больших листьев образуется больше клубень то есть больше клубневая система поэтому давайте все-таки делать акцент еще на немного большом содержании все-таки азота и добавлять его именно такая связка помогает улучшить развитие растений чтобы листики у нас были зеленые красивые яркие не желтели и растения самое главное было здоровым и активно росло и развивалось если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена спасибо 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 Продолжение следует...